Всем привет! Я сегодня занимаюсь весь день уборкой. Сегодня солнечный денек, тепло и решила навести порядок в квартире. Помыть балкон. В спальне окно помыла полностью. Убрала сетки с балкона и в спальне. На кухне пока окно не трогаю. Потому что думаю, может быть еще тепло будет, чтобы коту открывать. Он сидел, когда сетка там безопасна. Шторы еще сняла, постирала. Но еще не все постирала. Смотрите, как стекла сверкают. Чистые. Я вам сейчас скажу, чем я мыла. Я давно так мою. Это старинный, старинный, проверенный способ. Я уже об этом говорила. Меня спросили про оконные сетки, убираю ли я их на зиму. Обязательно убираю. Промываю, просушиваю, потом ставлю на балкон. Когда их смываешь, с них столько черноты и грязи течет. Поэтому каждый год вот так мою. В общем, знаете, как я мою окна? Стекла именно. Видите, сколько воды? Где-то здесь не больше литра. И сюда примерно 2-3 столовые ложки керосина. Налила и все. Отлично моются окна этим средством. Беру небольшую тряпочку мягенькую. Смачиваю хорошо в воде с керосином. Протираю стекла, рамы. Ну все. В особенности, когда стекла протираю, оставляю где-то на секунд 30, может быть на минутку. Вся грязь откисает. Все такие крапинки от мух, от всяких насекомых вообще отлично откисает. И потом тряпочкой мягкой, большой, уже чистой, из микрофибры протираю стекла. Натирать сильно не нужно. Просто прям вот досухо вытирала и все. И чем это хорошо? Нету никаких разводов. Вообще нету их. Просто досухо вытираешь. И когда вытираешь, даже вот стекло хрустит. До такой степени оно просто становится прям прозрачным. Вот попробуйте. Но такой момент обязательно, если с керосином мыть, нужно в перчатках. Потому что без перчаток кожа шелушится потом будет. В спальне тоже помыла окно. Как красиво береза желтая смотрится. Я эти шторы уже постирала и повесила теневые. У кого, если частный дом и много окон, это просто незаменимое средство. Во-первых, быстро. Во-вторых, все чисто, без всяких усилий. В-третьих, долго сохраняются окна чистыми. Насекомые не садятся. Потому что остается небольшой такой запах с обратной стороны. Но я и тут, и с внутренней стороны мыла. Потому что окно открыто было. Керосин, в принципе, нормально выветривается. Конечно, в квартире присутствует небольшой запах керосина. Но если открыть, все, оно выветрится. Так что хорошо. Вот видите, какая тут ляпота. Я на комоде устроился и спит. Сетки уже у меня подсохли. Нужно их поставить на балкон. Мне останется потом помыть кухонное окно. И там занавесочку постирать. И, в общем-то, готова к зиме. Еще покажу, чем тюль стирала. Вода, конечно. Посмотрите. Ну, это уже, я считаю, что чистенькая вода. Первоначально тюль кладу в ванну. Вот видите, какая тут грязь от тюля. Я еще в ванну не стала мыть, потому что сейчас еще буду споласкивать. Это у меня в спальне висело. Видите, какая была снежная? Была черная. В общем, я заливаю чуть теплой водой, чтобы смыть вот эту пыль. Смываю пыль. Потом натираю хозяйственным мылом. Вот у меня мыло. Уже мылочек остался. Хорошо-хорошо натираю. И потом опять смываю, чтобы вся чернота, грязь ушла. Затем беру воды. Не кипяток, а горячую. И забрасываю туда две таблетки для посудомоечной машины. И вот так вот пожамкала. Оставила где-то, ну, не знаю, у меня, наверное, полтора часа лежит. Все это откисает в таблетках. Воды я набрала, даже не знаю, сколько. Может быть, литра три, не больше. Раза два подходила и вот так немножечко жамкала. Видите, какой белоснежный тень. Просто супер. А чернота была, я думала, нет, стирается. Ну, потому что окна летом открыты. Я не стираю каждый месяц, каждые три месяца, либо два раза в год. Ну, я думаю, посудомоечные таблетки можно любые. У меня посудомойки нету, я их использую для хозяйственных нужд. Присела на кресло, немножечко передохну. Переведу дыхание. Сегодня как с утра запряглась и все. Весь день. Вроде бы и квартирка маленькая, все равно пока то, все пятое, десятое. Тыковка, смотрите, как красиво на столе лежит. Аспарагус стоял на балконе. Ну, думаю, пора уже занести. Герань у меня еще цветет красная и белая. Мне прям жалко ее обрезать. Хотя уже пора ее на зиму обрезать. Не хочу, пусть еще поцветет. Порадует меня своими цветами. Я думаю, чуть попозже можно отцветет и обрезать. Здесь тыковка. Видите, какая красивая. Недавно во влоге показывала, что герань тоже обрезала. А не знаю, сколько прошло и недели, наверное, не прошло. Сколько дней-то? Не знаю, ну, может быть, четыре. Воткнула череночки. Они уже прижились. Сегодня смотрю, даже начал цветочек распускаться. Я его оборвала. Вообще быстро. Пусть еще стоит под крышкой, под парничком. Я иногда вот так днем открываю, немножко и проветриваю. И овес сажала вместе с черенками. В одно и то же время вырос. Смотрите, как быстро. Это коту вот эту герань я обрезала. Она очень красивого цвета. Это у меня тюль из зала. Тоже чернющий-чернющий был. Посмотрите, какой белоснежный. Я первый раз стираю тюль с использованием посудомоечных таблеток. Решила попробовать, как получится. И я вижу, что тюль белоснежный. Я сейчас тюль еще немножко на руках состирну. И потом машинки прополощу. Потом покажу на окне, как будет смотреться. Хотя вот на окне, вроде, когда висит тюль, кажется прям белый такой, чистенький. Когда начинаешь стирать, ну это что-то. Как будто его в грязи вывалили. Столько черной воды течет. Это что-то. Сижу на диване, наслаждаюсь чистотой. Смотрю в окно, на растения, на душе так хорошо, тепло, уютно. Особенно, когда все помыто. Наконец-то тюль постирался. Ну, я его на 30 минут ставила. Вообще белоснежный. Это из зала. Вот это тут в спальне. Видите, какой мятый, перемятый. У меня тут еще белье лежит, гладить нужно. Я на диване расселась, сижу. Потом вспомнила, подскочила, думаю, пока стирает тюль, надо погладить. Все равно не успела. Вот так что ли? Или вот так? А, так лучше видно. Так он белоснежный. Так, наверное, не сильно видно. Нужно в подвешенном состоянии потом показать, как он выглядит. Беленько-не беленько, как. Тюль глажу, глажу. Проглавила одну половинку, потом следующую. Вот и наглаживаю. Глажу белье, глажу. Напеваю песенки. Слова просто так. Откуда-то берутся, даже не знаю, откуда. Наверное, что внутри души, то и идет. Я немножко вам спою. Хотя я не умею вообще петь. Я только в хоре пела в школе. Когда наступит мир в душе у каждого из нас, В сердцах поселится любовь и будет благодать. Здесь люди все живут, свободно созидая. Поля цветут, леса растут, и все благоухает. Мир полон цвета и добра, и все кругом искрится. И нужно нам давно понять, пора уже проснуться. Ну вот как-то сочинилось мне это. За время, когда тюль гладила. Бывает такое состояние внутреннее. Девальня готова. Все чистенько. Время уже 18.45. Забыла лазейку сделать на окне для кота. Он же любит на окно. Вот так раз запрыгнул и все. Иногда с прогулки приходим, лапки жимуем ему. Он потом запрыгивает вот сюда и греет лапки. Тут батарея, подоконник теплый. Вот так. Какой чистый тюль. Белоснежный. Я не знаю, сколько им лет-то уже. Не помню, в каком году я меняла этот тюль. Ничего вроде не пожелтел. Классно. Вы знаете, иногда мне нравится полумрак вечером. Даже свет порой не включаю. Сейчас на кухне, конечно, освещение от зала тоже так хорошо смотрится. Уютненько, да? Приглушенный свет. Приглушенный свет. Сразу ярко стало. Вот так мне больше нравится. Я одну портреру подвесила, вторая лежит, ждет очереди. Я на рекламе подвешиваю. Смотрю сейчас фильм с участием актера Джеймса Стептона. Очень мне нравится этот актер. Все фильмы такие интересные. Я, наверное, их все уже пересмотрела. Сейчас реклама начнется, подвешу штору. Все, белье перегладила и буду дальше смотреть. Фильм заканчивается, потом следующий начинается тоже с его участием. Сегодня много дел переделала, поэтому можно немножко расслабиться. Смотрела сейчас фильм с его участием «Профессионал» называется. А дальше будет фильм «Гнев человеческий». Тимка со мной рядышком присел тут. Ну что ж, дела закончила. Сижу и наслаждаюсь чистотой и фильмом. Кстати, этот фильм «Гнев человеческий» я не видела. И даже очень приятно, что он новый для меня будет. С удовольствием посмотрю. Всем самого доброго. Пока. Буду смотреть фильм. Ой, деловой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok